стая открой я тебе все зубы выбью раздался мужской голос за дверью за ним последовала череда сильных ударов что шлюстра закачалась не открою антон уходи придурок я сейчас полицию вызову вызывай алина вызывай парень снова забарабанил по двери я все равно не уйду ты моя и только моя нет антон между нами все кончено уходи ничего ничего сучка я еще вернусь ты будешь только ничего ничего сучка я еще вернулась ты будешь только со мной за дверью прозвучали удаляющиеся шаги алина бессильно сползла по стене из глаз потекли слезы она закрывала лицо руками рыдание сотрясали ее тело из носа текли сопли урод закричала девушка в тишину чтоб ты сдох как давно она решила разорвать отношения с антоном уже полгода прошло и эти полгода он превратил ее жизнь бесконечный кошмар звонки постоянные сообщения угрозы покончить с собой а потом попытки избить ее она устала блокировать его новые страницы в соцсетях устала объяснять друзьям и подругам что хочет антон от них все вокруг сочувствующе смотрели на нее и ее это раздражало уже хотелось не моральной поддержки а того чтобы хоть кто-нибудь объяснил ее бывшему парню что нужно прекратить преследование но никто не собирался заступаться за девушку такие друзья алина вытащила из кармана мобильник пара касаний и пошли гудки алла раздался старушечий голос из трубки привет бабуль девушка шмыгнула носом алинка ты чего плачешь да так он опять донимает тебя сочувствующе спросила бабушка да я уже не знаю что делать а в полицию ходила ходила бабуль и пальцем не хотят пошевелить с полминуты старушка молчала потом заговорила может я смогу помочь бабуля ты опять про свою магию я не верю в это все не верю алиночка хотя бы попробуй бабушка плохого не посоветует она жизнь прожила много знает помнишь книгу которую я тебе пол месяца назад по почте высылала там найдется то что тебе поможет ладно девушка уже хотела закончить разговор в котором нашла мало утешения попробую пока бабуль пока внучка алина сбросила звонок она уставила стену полиция бездействует друзья только на словах помощники видимо совет старушки ее последняя надежда прекратить ад построенный на ее бывшем парне она поднялась с пола и прошла в комнату подойдя к книжной полке она вытащила старую толстую книгу в черном кожаном переплете девушка принялась листать пожелтевшие страницы вчитываясь в каждый заголовок приворот на любовь шептала девушка название заклинаний не подходит заговор на удачу нет а вот смерть обидчику она положила книгу на стол и стала впитывать каждое слово для сотворения заклинания необходимо нарисовать на бумаге круг кровью читала алина затем положить в него кусочек человеческой плоти и произнести имя обидчика три раза стая придет на помощь девушка перевела взгляд на окно за которым уже растилали сумерки дыхание сбивалось ничего больше не остается алина схватила первую попавшуюся тетрадь и вырвала из нее лист затем сбегала на кухню и взяла нож девушка надрезала подушечку указательного пальца на ней тут же выступила кровь старательно она нарисовала круг на листике а где мне взять плоть спросила алина сама себя и взглянула на кровоточащий палец превозмогая жуткую боль она вдавливала лезвие ножа все глубже пока не отрезала кусочек мяса с кончика пальца тут же девушка бросилась к шкафу и достала аптечку залив рану перекисью и замотав бинтом она вернулась к столу вид отрезанной плоти вызвал рвотные позывы но нужно действовать алина взяла его и переложила в центр круга антон 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 прокричала девушка свет в комнате замерцал на улице послышался лай алина подошла к окну в ту же секунду сердце застучало а пот потек по лбу во дворе из ниоткуда появилась стая собак черных с вклокоченной шерстью горящими злобой и голодом глазами их было порядка десяти и все смотрели на девушку она кивнула им и псы развернувшись исчезли в темноте только дикий лай доносился уши алины на душе стало легче девушка не раздеваясь упала на кровать и мгновенно уснула сон алины был полон кровавых красок криков ужаса и боли и снились собаки чего острые клыки рвали тело парня на куски он кричал брыкался но сбежать от смерти не смог девушка проснулась ранним утром вся в поту глубоко дыша через секунду она вспомнила о вчерашнем ритуале сах под домом схватив телефон алина открыла паблик с новостями города первая же запись заставила ее сердце уйти в пятки на улице мостовой ночью собаки загрызли парня прочитала она вслух новость у погибшего были найдены документы на имя антона самойлова злобный огонек мелькнул в глазах а на лице расползлась улыбка сумасшедшего он мертв конец мучением ад который антон возвел в ее жизнь потух теперь она свободна алина встала с кровати и на дрожащих ногах подошла к столу лист с кровавым кругом лежал на прежнем месте на кусочек плоти пропал раскрытая книга заклинания была рядом девушка взяла ее в руки чтобы перечитать заклинания все те же слова те же абзацы но что-то странное было на странице в нижнем правом углу появился новый абзац написанный маленькими буквами вызвавший однажды стаю должен ежедневно кормить ее людской плотью и указывать жертву прочитала девушка иначе будет сожран сам слова тупыми ножницами врезались в мозг алины холодок пробежался по спине нужно срочно найти человека которого растерзают собаки сегодняшней ночью она перебирала в голове именно всех кто когда-либо хоть как-то докучал ей века пустившие слухи о том что алина шлюха возможно андрей который делал ей грязные намеки нет вячеслав сергеевич отец антона он не только не пытался вразумить сына но всячески ему потакал в его преследованиях наверное на нем и стоит остановить выбор алина посмотрела на нож с засохшей на лезвие кровью ладно на сегодня надо разобраться с этой проблемой и заниматься своими делами девушка взялась за рукоятку оттопырила средний палец и снова терпя боль отрезала кусочек от него с капающей кровью она опять пробежалась до шкафа чтобы обработать рану надо бы перекиси бин держать на столе решила алина девушка поместила кусочек плоти в кровавом кругу вячеслав 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 прокричала она алина перевела взгляд за окно ожидая снова увидеть стаю собак но зверей там не было наверное вечером появятся решила девушка и принялась собираться на работу рабочий день в кофейне проходил точно так же как и все остальные заказы 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 один стаканчик кофе за другим люди приятные и не очень тех кто хамил так и хотелось кормить собакам девушка можно поторопиться надменно спросила женщина лет 30 с ярко красными губами и такими же ногтями минуточку ответила алина доброжелательно хотя в душе ей хотелось чтобы эту противную гадину растерзали знать быть только ее имя подумала девушка смена кончилась пять часов вечера когда алину сменила коллега девушка устроившаяся работать неделю назад привет алина поздоровалась она привет марго ответила девушка принимай смену а я пошла она ушла в раздевалку маленькую тесную коморку где в углу стоял ее рюкзак с одеждой девушка переоделась и поспешила домой ей не терпелось взглянуть на собак стоя на остановке алина захотела достать кошелек чтобы сразу подготовить деньги за проезд но того в рюкзаке не оказалось девушка обрыла все карманы но нигде не было кошелька неужели выпал пробормотала она себе поднос и поплелась обратно в раздевалке кошелька тоже не было тогда алина спросила у марго не видела ли то пропажу благо посетителей не было и сменщица не была занята нет не видела сказала маргарита да слава богу деньги все на карте переведу их на другую а старую заблокирую ответила алина ладно пока девушка решила еще раз осмотреть раздевалку чем черт не шутит войдя в коморку она включила свет обвела взглядом каждый уголок ее внимание привлек розовый предмет торчевший из сумки марго алина чуть приоткрыла сумку чтобы посмотреть сердце забилось чаще а в груди завертелся вихрь гнева вот сука прошептала алина ее кошелек лежал в сумке коллеги либо она его украла либо нашла но возвращать не собиралась алина забрала свое добро и поспешила удалиться конец ей решила девушка уже садясь в автобус из-за поисков алина вернулась домой к девяти часам потому что пропустила время когда пробки еще не заставили весь город встать девушка скинула себя всю одежду оставшись только в нижнем белье заварила себе кружку чая и подошла к окну сердце замерло стая уже ждала отмашки и алина ее дала собаки растворились в темноте завтра стоит ждать новостей улыбнулась девушка потягивая чай утром решу проблему с марго с приятными мыслями что ее недоброжелатели будут убиты алина завалилась в кровать и уснула как только прозвонил утренний будильник девушка схватила телефон и полезла читать новости ничего пока что алина потянулась на кровати и встала так не буду откладывать прошептала она подходя к столу листик с кровавым кругом лежал на столе на том же месте она взяла нож и провела ритуал который несмотря на боль приносил все больше удовольствия победы над теми кто портит тебе жизнь дарит небывалое наслаждение а если враги еще и страдают то приятно вдвойне ну вот и все можно на работу алина собралась и ушла новый рабочий день кроме усталости принес ей отличные новости алина вышла перекурить и прочитать новости пока не было посетителей и первый же пост соцсетях заставил ее чуть ли не прыгать от радости в час дня был найден труп вячеслава самойлова его нашла соседка когда пришла к нему попросить о помощи дверь в квартиру оказалась открытой а у порога лежала изодранное тело недавно таким же жестоким образом был убит сын вячеслава самойлова антон полиция уже ищет подозреваемых последняя строчка выбила алину из колеи она возможно будет одной из первых кому наведаются стражи правопорядка девушка до курилой зашла в помещение пяти часам пришла марго чтобы сменить ее привет поздоровалась девушка привет привет хитро улыбнулась алина про себя думая что завтра больше не увидит воровку никогда она вернулась домой как обычно успела до пробок снова заварила чай включила ноутбук чтобы посмотреть смешные видеоролики время пролетело незаметно сумерки подкрались а с ними стая с и ждали под окном алина без тени волнения подошла к подоконнику и кивнула собаки ушли во тьму завтра маргариты не будет но кто станет следующим алина бросила в дрожь нужно срочно найти того кто покинет этот мир завтра девушка в раздумьях подошла к столу взгляд ее упал на открытую книгу заклинаний что-то в ней снова поменялось и алина знала что в левом нижнем углу появился новый абзац она взяла том в руки и принялась читать каждый день нужно кормить стаю плотью и указывать жертву но псы служат только пять дней на шестой день стая собак сожрет призвавшего их прошептала алина участи не миновать жизнь в обмен на жизнь на последнем слове ее пальцы ослабели и книга выпала из рук тело пробило с ног а на глазах выступили слезы ужасная подстава она думала что ценой за смерть людей будут лишь куски ее пальцев они собственная жизнь из-за чего-то злого умысла ей теперь придется погибнуть ну конечно прошептала алина сверля стену пустым взглядом бабуля но ты тварь меня собственную внучку так подставить карга старая девушка подошла к кровати медленно села а затем легла сейчас надо уснуть а завтра утром она приговорит бабку ночь тянулась в кошмарах алине снились гнилые собачьи клыки и рвущие ее плоть перекусывающие ее кости она проснулась от страшной судороги которая сверлила обе ноги алина в полудреме пощипала себя за икры и бедра помассировала судорога прошла а девушка уснула и не просыпалась до утра с первыми лучами солнца алина подскочила с кровати и бросилась к столу проводить ритуал вера 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 прокричала девушка на работу сегодня не нужно выходной же а жаль так хотелось после смены не увидеть марго ну да ладно в новостях все равно напишут о новой жертве алина прошла на кухню заварила чай и вернулась в кровать поставив ноутбук на колени она запустила видеоролик но никакие шутки не могли увести ее от мысли что сегодня четвертый день послезавтра она умрет но алине не хотела смириться с этим она хотела выжить но не знала как но точно знала что без боя не дастся день пролетел быстро всегда так бывает когда ждешь что-то плохое хочется чтобы время замерло но она как назло бежит быстрее алина зашла в соцсети новости новая жертва на другом конце города нашли тело девушки в подворотне труп изодран в клочья лицо обезображено до неузнаваемости наконец получила по заслугам сволочь подумала алина а сегодняшней ночью еще одна заплатит девушку клонила в сон по коже бегали мурашки а тело белозноб даже теплое одеяло не помогало согреться ночь тянулась долго алина то засыпала то просыпалась к утру она была полностью разбита взбодрил я звонок с неизвестного номера алло девушка подняла трубку алина ты раздался старушечек голос того конца да а вы кто это тетя шура соседка твоей бабушки женщина запнулась у алины выступил пот на лбу я слушаю алина твоя бабушка умерла в трубке послышались хлипы собаки загрызли сегодня ночью прямо в доме старушка разрыдалась алина же просто сбросила трубку дело сделано грядет последняя ночь нужна жертва но кто а что делать потом когда стая придет за ней сегодня на работу она не пойдет нужно подготовить все чтобы спастись от мыслей девушку отвлек звонок звонил администратор кофейни алло алина ты слышала марго да ужасно ужасно я что спросить хотела то сегодня сможешь весь день отработать а да да алина сбросила трубку слова администратора и и взбесили идиотка которую интересовало только то чтобы все выходили на смены и неважно что могло случиться у работника в жизни в семье дома она подошла к столу и принялась за ритуал с большого пальца срезала кусочек обработала перекисью евгения 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 прокричала алина дрожь снова пробила тело девушка легла в постели где до вечера забылась беспокойным сном ее разбудил дикий лай под окном алина подошла к нему псы ждали алина кивнула и собаки ушли чтобы убить последнюю жертву завтра они придут за алиной она уже решила что делать сожжет проклятую книгу и уедет из города вернется в свою деревню где до 18 лет жила с бабушкой поселится в ее домике и забудет все что произошло за пять дней но все это она проделает утром и и опять неумолимо клонила ко сну девушка проснулась довольно поздно от разрывающихся от вибраций смартфона звонил уже владелец кофейни алина сбросила трубку она бросилась к столу схватила книгу и вышла во двор щелк щелк зажигалка дала огонь пламя медленно начала пожирать пожелтевшие страницы алина через пять минут вернулась домой собрала вещи в дорожную сумку и побежала в сторону автовокзала автобус до деревни бабушки еще не уехал девушка купила билет на задний ряд сумки поставила под сиденье она спокойно выдохнула сейчас она уедет и больше не вернется начнет новую жизнь забудет и о смерти людей и собак автобус тронулся пробираясь по городу от светофора к светофору он наконец выехал на шоссе и покатил вдаль до деревни и дорога долгая поэтому алина вытащила из кармана наушники и включила музыку под нее она и уснула проснулась она когда за окном спускались сумерки алина сняла наушники и просто уставилась на пробегающие мимо поля вдруг сзади машины послышался дикий лай стая собаки преследовали алину хоть автобус и ехал быстро по прямой дороге сын и отставали одна из собак бежала прямо рядом с окном алины вдруг ее шерсть начала выпадать клочьями клыки сыпались на асфальт лапы подкашивались животное словно распалась на куски и исчезла в воздухе следующую секунду в темноте салона начало материализоваться нечто собака оказалась в машине алина завизжала что было моче пассажиры вдавились в кресло и кричали вместе с ней зверь бросился на алину острые гнилые клыки вонзились в горло девушки крик сменился на хрип кровь заливалась в глотку трахею не давая дышать глаза девушки закатились она испустила дух собака исчезла стая вместе с ней звери исчезли чтобы дождаться нового призыва и новых жертв ну что ж друзья вот такая вот либо бабуля подставила свою внучку а внучка я решил отомстить короче круг на круге и кругом погоняет вот такая вот история очень интересно надеюсь она понравилась также как и мне а мы на этом не прощаемся услышимся в следующей интересной истории в следующей серии